МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложно ли такой проект реализовывать, как регион 93? Что министерство делает для того, чтобы он заработал? Все довольно сложно. Я бы не говорил, что это лагерь. Наверное, скорее молодежный форум. Это площадка, где молодежь может обмениваться взглядами, идеями, узнавать что-то новое. Может быть, заниматься активными видами спорта, туризм. Может быть, в этом году, открою небольшой секрет, наверное, это все-таки будут и велосипедные маршруты. Провелосипеды мы сегодня поговорим, кстати, в эфире. Поэтому мы начинаем в июле, и до середины августа. Пять смен по 400 человек мы планируем на регионе. У нас смогут, так сказать, весело, интересно провести время. И надеемся чему-то новому научиться. Как попасть к вам в лагерь? Я знаю, что это очень такая строгая система отбора. Ну, вообще, если честно, то у нас пять разных смен, соответственно, по разным интересам и направлениям. Там могут быть и должны быть участники. Но прежде всего, конечно же, нужно зарегистрироваться в автоматизированной системе. А есть молодежь для того, чтобы мы понимали, что человек действительно хочет. И на конкурсной основе в муниципальных образованиях будет проходить конкурс, например, на смену на школьное самоуправление, куда мы приглашаем лидеров школьного ученического самоуправления со всего края. И, конечно же, тема российского движения школьников там будет подниматься. Плюс мы в этом году, по опыту прошлого года, будем проводить еще раз смену кубанское казачество для молодых людей, которым интересно это направление, которые являются активными членами, наверное, Союза казачьей молодежи. Ну, и вообще учатся в кадетских казачьих корпусах. То есть, вот даже по двум таким сменам можно понять, что направленность и тематика совершенно разные. Поэтому для того, чтобы стать участником, ну, наверное, все-таки необходимо занимать активную жизненную позицию, как-то зарекомендовать себя тем самым человеком, который хочет и кому это нужно, и прийти в органы по делам молодежи в своем муниципалитете и написать заявление. И, конечно же, добро пожаловать, мы всем рады, хотя количество участников ограничено. 400 человек в каждой смене. Ну, у вас очень насыщенная программа. И, в принципе, регион 93 – это необычный летний лагерь, правильно? Или такая площадка, где за 7 дней, за 6, ребята получают максимум. Как формировалась вот такая программа и какие основные будут направления задействованы? Программа этого года формировалась тем, чтобы максимально было интересно. Интересно в том плане, что это, конечно же, встречи с экспертом. Может быть, гость дня будет, да, это медийное узнаваемое лицо, ну, не только в Краснодарском крае, может быть, и в России, именно по направлению тематики смены. Конечно же, мы в этом году хотим возобновить и туристические маршруты, и, конечно же, велосипедные маршруты. Мы хотим, чтобы молодые люди познакомились и с природой, и с особенностями Северского района, на территории Каву, которая уже в 13-й раз в этом году будет в регион 93. Конечно же, это и спортивные соревнования, да, наши традиционные, там, соревнования между отрядами по футболу, волейболу, тот же самый скалодром, веревочный парк в этом году тоже будет. И мы хотим, чтобы все 2000 участников прошли через курс команднообразовать, да, для того, чтобы... А что это такое? Ну, это, я думаю, что все, кто ходил в походы и вообще... Навыки управления? Да нет, немножко не так, это набор упражнений, где работать необходимо в команде, да, и для того, чтобы преодолеть какое-то задание, либо препятствие, для того, чтобы сформировались такие группы, которые будут взаимодействовать между собой... Симбиоз, получается. Конечно же, да, уже когда и регион закончится, а вот эти навыки, я думаю, что пригодятся всем в жизни. И мы хотим, чтобы все 2000 человек прошли через курс команднообразования, для того, чтобы, ну, умели, да, принимать быстрые решения и, наверное, можно где-то доверять таким же... Своим коллегам, надо работать. Да, участникам в лагере. Эти навыки, кстати, помогают в будущем многим ребятам, и многие начинают вести аккаунты в школах, создавать тематические объединения и группы. Какими лагерь делает детей, об этом мы спросим у еще одного нашего эксперта по телефону. Это Акоминова Евгения, председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации детско-юношески, российское движение школьников. Евгения, здравствуйте, очень интересное и красивое у вас представление. Расскажите, пожалуйста, какими школьники возвращаются из такого лагеря, как регион 93? Здравствуйте, рада вас приветствовать. Взаимно. Сейчас бы отметить, что дети возвращаются после региона 93 совершенно другими. Это водохотворенные ребята, которые готовы вершить великие дела на благо реализации своих идей. Это дети, которые обрели множество новых связей, знакомств, друзей. Дети, которые мотивированы на хорошие поступки, так сказать. Евгения, а какие у них впечатления вообще от лагеря обычно бывают? Обычно первое впечатление, когда ты спрашиваешь ребенка после того, как он вернулся из региона 93, что тебе дает в лагерь? Он говорит, что я по-другому начал смотреть на вещи. Я понял, что я в этом мире не один. Я понял, что у меня есть множество друзей, которые смотрят со мной в одном направлении и готовы поддержать любые мои начинания. Нужно только взять друга за руку и сказать, что мы уже команда, и мы готовы идти и делать наше какое-то мероприятие, дело, проект и так далее. Спасибо большое, Евгения, что смогли с нами сегодня пообщаться и ответить нам. Роман, хочу вас спросить, а вот когда такие ребята формируют, такие интересные команды, понятно, что они потом не разбегаются, остаются все равно на связи, как-то друг друга поддерживают. Вы следите за ними, за тем, к чему они в итоге приходят? Как-то, может быть, они периодически всплывают у вас на горизонте, в следующем году, например, приезжают к вам в регион? Ну, конечно же, да. Если человек, как мы с вами говорим, зацепил регион, он возвращается туда снова и снова. Вот я сейчас вспоминаю, из 12 лет, которых существует регион, это будет мой пятый регион, в котором я участвую, как человек, который его готовит. И, наверное, не было ни одного региона, наверное, один был все-таки, да, куда я не приехал, ну, в качестве, там, может быть, участника, либо какого-то там лица, который посещает регион, да, вот, наверное, все-таки один раз я не был. И, с другой стороны, у нас была такая идея была о том, чтобы собрать всех тех, кто был на регионе, никому не безразлично, на день флага, 22 августа, да, и мы, как бы, делали такую встречу регионовцев. Я думаю, что в этом году мы ее тоже сделаем. А встреча выпускников? Ну, да, наверное, выпускников региона, где можно там обменяться впечатлениями, посмотреть, какие были те же майки, значки, там, 5-10 лет назад, как все меняется, что все не стоит на месте. Ну, и да, конечно, в муниципальных образованиях мы видим, что и помним те, кто проявил себя на регионе, в том числе они, как бы, идут дальше по жизни смело и, наверное, чего-то добиваются. Я так понимаю, существует еще два интересных проекта. Это лагерь «Маяк» и это «Траектория». Можете рассказать о вот этих проектах? Чем они отличаются? Как ребята туда могут тоже попасть? Такой же жесткий отбор, так же они 6-7 дней там пребывают? Да, есть у нас еще несколько лагерей, такая вот эта траектория находится в станице Каладжинской, Лобинского района. Здесь мы проводим только тематические смены для наших, так сказать, молодых людей, которым нет 18 лет, для несовершеннолетних. Здесь мы учим их, и в том числе сплавляться на кону, ходить в пешие походы, как завязывать правильно... Больше спортивно, да? Спортивно-туристской направленности. Я думаю, что это возможность полюбоваться и природой. Конечно, очень красивые, живописные места. И в этом году мы снова возобновляем наш лагерь «Поход» в Славянском районе. О нем хотелось бы немножко подробнее сказать. Это сплав у нас из Славянска на Кубань. Да, в Очуево, 120 километров по реке Протока. Мой брат ходил на ялок. Да, это довольно интересное такое времяпрепровождение, назовем так, понятное дело, что мы со своей стороны сейчас готовимся активно к соблюдению всех норм и правил техники безопасности для того, чтобы максимально безопасным сделать пребывание наших жителей Краснодарского края, молодых людей именно в это время и в этом месте. Но по отзывам это очень нравится, это очень интересно. И, наверное, все-таки здесь идет преодоление себя, потому что 120 километров за 6 дней проплыть на веслах, это как бы с одной стороны легко, а с другой совсем нет. И с другой стороны разбить каждый день лагерь. Пытание у костра, песни под гитару. Потому что это то время, которое запомнится на всю оставшуюся жизнь. И что касается нашего лагеря «Маяк», который находится в Темрюкском районе, то если мы также планируем, помимо спортивной программы, конечно же, это море будет. Ну это отлично. Прямо сейчас хотим узнать у самого ближайшего к Краснодару лагеря. Это центр «Дубрава». С нами на связи Инга Суркова, главный специалист реализации молодежных программ управления по делам молодежи Краснодара. Инга, здравствуйте. Хочу вас спросить, как готовится «Дубрава» к приему гостей? Мы уже готовы. И первый заезд у нас стартует 8 июня. В этом году это смена «Патриот». Скрывает летняя тематическая наша смена. Какие, может быть, интересные локации новые придумаете в этом году гостям? Или что в рамках смены «Патриот» ребята будут делать у вас в лагере? Для ребят готовится обширная программа. Будут в этом году новые эксперты, новые приглашенные. Но сейчас мы всю занавесу тайны не открываем, чтобы нашим участникам было что-то интересное и в новую такую смену вступить. Пока эксперты остаются у нас за кадром. Но мы уверяем, что в этом году у нас наши эксперты это новые люди, это новая программа, новые мероприятия, так как и тематические, какие-то творческие, так и направленные именно на тематику смены. У нас в этом году также 5 смен будет в Дубраве. Как сказала я уже «Патриот», который начнется 8 июня. Далее у нас «Чемпион», затем «Креатив», «Молодежный лидер» и «Респект здоровью» завершающая. И хочу вас спросить, Инга, скажите, как можно попасть в лагерь, сколько стоит пребывание там, либо оно бесплатное? Бесплатное пребывание, для этого необходимо прийти к нам в управление по адресу Красная, 118, 7 этаж, подать родителю заявку на получение бесплатной путевки и принести необходимый пакет документов. Это паспорт родителя, паспорт ребенка и медицинский полис ребенка. Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи с нами была Инга Суркова, главный специалист отдела реализации молодежных программ управления по делам молодежи города Краснодара. Роман, сможем еще немножко поговорить? Ну, конечно. Отлично. Хотела спросить еще о том, как, например, можно в лагеря «Маяк и траектория» попасть. По тем же правилам, что и регион? Да, конечно же, по тем же правилам. Но хотелось бы сказать о том, что все пребывания во всех лагерях, которые проходят по линии молодежной политики на территории Краснодарского края, вообще всех 44 муниципальных образований является абсолютно бесплатным. Отлично. И если участвуют молодые люди в наших краевых лагерях и сменах, которые проводятся в том же Лобинском районе, в Темрюкском районе, в Славянском, то мы просим, чтобы помощь в доставке нам оказывали органы по делам молодежи муниципальных образований. Они идут навстречу? Конечно же. Участие получается абсолютно бесплатным. Ну, понятно, что некий набор вещей и продуктов в дорогу. Просто должен быть собой у человека. Сухой паек, да, для того, чтобы доехать комфортно. А дальше мы уже все остальные моменты, так сказать, всю заботу берем на себя. И участие носит заявительный характер. Самое главное – желание. Желание и вовремя подать заявку, потому что конкурсная основа, понятное дело, что всех желающих мы принять не можем. Есть какая-то квота определенная для Краснодара, так как население больше, там одно количество людей. Там, грубо говоря, для Абинского района совсем другие уже показатели. И да, и нет. Потому что мы считаем, что активные молодые люди есть в каждом муниципальном образовании. И здесь, если есть желание и заинтересованность, то и пять человек из Краснодара, и десять человек из Абинска могут набраться буквально за несколько минут. Поэтому здесь мы не можем делить, хотя, с другой стороны, мы подходим пропорционально по количеству молодежи. Понятное дело, что Краснодар – самое большое у нас муниципальное образование в крае, поэтому, соответственно, мы и большее количество людей на тот же регион из Краснодара ждем. Не могу не спросить, а по поводу того, есть ли такие же проекты в других регионах? Молодежные форумы именно на уровне субъектов проводятся в каждом субъекте Российской Федерации. В каждом, не в каждом, но в Южном Федеральном округе. Форум Ростов проходит, в Астрахани – Силиас. Поэтому, как бы, эта идея не нова. И, наверное, все-таки, почему они проходят? Потому что это уникальная площадка для общения молодежи. Молодежи, наверное, с представителем органов власти, с выдающимися спортсменами того субъекта, на территории которого они проживают. И, наверное, все-таки общение внутри Краснодарского края, друг с другом, какие-то новые связи. Потому что, наверное, сейчас проходит мода на интернет, в социальной сети, как бы там ни было. Хочется личного общения. Конечно же. Спасибо вам большое, Роман, что смогли к нам сегодня прийти, рассказать такие интересные вещи. Напомню, в гостях сегодня был у нас Роман Дикий, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Тема дня не заканчивается, дальше будет интереснее. Оставайтесь с Кубань-24.